Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Руни, сегодня мы продолжаем играть интервью, и сегодня будем играть интервью у Альфилда. Всем привет, дорогие друзья, я Альфилд, и мы не виделись, как я еще сказать, я не знаю. Сегодня мы узнаем много интересного, очень неинтересного, в общем, мы сегодня очень много узнаем, ну и главные вопросы, естественно, тоже в этом выпуске будут, то есть они будут, так что ждите его в конце. В общем, давай начнем с первого вопроса, получается. Как тебя зовут? Меня зовут Дима, ну, простю, Дмитрий, если еще никто не знает, но я не знаю, не знаю, может, так лучше сказать. Да, Дима, Дмитрий, то есть, Димон, туда-сюда, там. Видите? Да, в общем, короче, второй вопрос, сколько тебе лет? Мне пока 16 годиков, я 6 года рождения. Ну, и что? Я сейчас еще году экзамен сдаю. Да, удачи тебе. Спасибо. В общем, получается, третий вопрос. Как раз об учебе раз заговорили, так сказать, любишь ходить в школу и учиться? Ну, я сейчас на больничном сижу. Ааа, хорош. Может быть, я не знаю даже сказать, что я полтора года не сидел на больничном вообще. В общем, ответ, сколько ходишь, любишь ходить в школу и учиться, получается, какой? Ну, смотря когда, в какой день, недели. Потому что есть перечень любимых предметов и полностью, а я не люблю. А какие любимые предметы? Ну, это мои профильные предметы. Это физика, математика и информатика. Кому очень нравится. Так еще историю и общество можно так. С астрономией можно смешать. Ну-ка, я не знаю просто, астрону, ну как я астрону не мог задать вот по такой теме вопрос? Ты смотришь аниме? Да. Офигеть! Офигеть, ты смотришь аниме. Я, блин, это просто вопрос человечества был. Какие твои любимые аниме? Смотри, из длинных, если взять длинные, чисто первое-третье место, это получается, ну, потому что мне еще нравятся короткие, при этом в такой же степени. Где ставить на первое место? К примеру, это FUNBIS и OVERWORLD. А на второе место мне, народу нравится, с Омолем, при рождении, слизь. И, скорее всего, на третье место я бы поставил BLITCH. А вот из коротких аниме, которые на третье место, это или же волейбол, или же эхотирол. Мне кажется, лучше так поставить. Угу, ну вот тогда получается. Какие аниме посоветуешь новичкам? Это очень трудно, потому что я сам начинал случайно с рыбки понью. Это еще в 2000-е, наверное. И я там, это я впервые посмотрел. Но если так, то лучше всего начинать это, я бы посоветовал вообще Дон Хуа с первого раза, если вы хотите посмотреть это, у нас элеватар как-то-ля. И же повседневная жизнь бесплатного короля. Потому что Дон Хуа, они более легкие. И при этом для разгона очень хороши. И из-за аниме я бы посоветовал маму-целителю. Я бы посоветовал больше всего старое аниме, потому что человеку, который я так активно начал здесь смотреть, когда это у меня был для покрасивающих демонов. И мне очень было трудно, к примеру, привыкнуть к плечу, к Ван Пису, к Наруто. А Наруто более-менее легко смотрится, потому что вначале я встречаю, как будто ты живой человек. А в Ан Писе там вот так не очень хорошо, первые сутки в серии берутся, это очень трудно. Так что я бы посоветовал сначала посмотреть какой-нибудь старое аниме, в первую очередь. Потому что я вот недавно пришел посмотреть Мосярка, но я вот до сих пор не начал смотреть. Так что тут бесполезно, но лучше всего это, наверное, одна самая такие хорошая, ну это Тетрадь Смерти и Паразит. О, да, согласен, класс на него, мне тоже очень нравится, мне тоже очень понравилось. Тетрадь, так же к этому списку, если вы хотите вот, чтобы потом спокойно перейти к камеру на Бумбис, и же на клинок разыграющих демонов, чтобы вот так постепенно до судьбарной схватки, и потом можете посмотреть Мастер Мича онлайн, на сезон только. Кто там с трудом, 17 серий. Ну тогда можем переходить, так сказать, к более интересненьким вопросам, и начинаем мы с вопросика, какие главные причины ухода из Ютуба? Причина, это, я как сказать, боеспособность с авторами, которые на данный момент приходят на Ютуб, и так же являются и их уровни, потому что это тот же самый, у него Пиннипай, который начал еще, наверное, вроде в 10-м году свою активную ютуберскую деятельность, или даже раньше, и я конкуренции точно никак не сделаю, потому что, во-первых, это же мои языковые знания, так же финансовые. Из новых я могу сказать тот же самый. Я не знаю, с кем сравнить из новых ютуберов, потому что я ютубер и так часто смотрю на данный момент. Ну, к примеру, какие-нибудь там обзорщики фильмов, которые там по сотке тысяч подписчиков, я просто не могу с ними как-то сравниться, потому что у меня нет никакой финансовой, на данный момент большой базы. На данный момент многим ютуберам, чтобы очень хорошо загнаться, нужны финансы. Я в алгоритмы не попадаю в Ютубе ни на первом канале, ни на втором. Хотя второй канал я пытаюсь как-то еще... Второй канал, это где треки были? Да, какие-то треки были. Я его пытаюсь сейчас возродить, но моя лень немножечко не позволяет. Скорее всего, я вернусь на Ютуб, когда, как сказать, подзаработаю, и смогу обеспечивать свои дальнейшие видеоролики по компьютерным уже играм или же обзору того же One Piece'а. Также я хочу так-то идти к профессиональной, как сказать, озвучивателем роли, потому что меня актером озвучки нельзя назвать. Все. Это учиться нужно. Плюсом, мои голосовые данные не очень подходят для этого. Понял. Будешь ли ты еще снимать? Какой-нибудь соцсети? Ну, конечно, я буду снимать, но уже не на этом канале. Потому что алгоритмы убили мой канал из-за одного, даже не одного, а из-за шортса. Потому что шортс — это яма, в которой очень трудно выжить. Если ты начинаешь заканчивать видосы, то тебе придется с каждым разом обороту увеличивать. и жить уже на шортсах. А на обычных видеороликов у меня все меньше и меньше, с каждым разом просмотров, и из-за этого я как-то перестал снимать. Ну, все-таки если здесь какую-то будешь приходить, или вот в YouTube только вернешься, и не TikTok, не Instagram, не Twitter, не Одноклассники? Я всегда хотел на YouTube быть максимум. этот Twitch. Что? Вич, ну, отмографировал. Как-то я не могу найти по такой же структуре, по такой же профессиональности для стрима. Почему ты так любишь этот смайлик? Почему я люблю этот смайлик? Да. Не знаю, честно. Он в какой-то момент начал его просто писать, и это уже стало как бультом моего канала. Даже у меня такая аватарка была. Оформление было очень жёсткое. У меня даже и шапка канала до сих пор, смотря аватаркой. Ну, достаточно прикольная аватарка, потому что даже непонятно из чего она была сделана. Типа белый и чёрный цвет, но при этом просто фрон с кровью был взят, и всё. Ну, последний. Последний такой вопросик на сегодня. Ну, наверное, будут всякие интервью, наверное, какая-то фишечка будет, фишка такая на моём канале. Ты уважаешь Ироню? Уважаю, или я Ироню? Достаточно я бы сказал такой опасный вопрос, потому что я знаком с тобой больше, полутора лет. Ну. Потому что мы познакомились наверное в декабре 21-го года или раньше, наверное, даже. Ну, не знаю. Ну, верно, если тогда примерно так получается. Тогда у тебя ещё канал был вроде Димра. У тебя было когда... Было дело, было дело. Тогда только наращивался свой оборудок. Ну. Уважение, конечно, есть к человеку. Причём достаточно большого, потому что человек не сдаётся, при этом пробует новые. Спасибо, приятно. Так что я ничего такого не могу даже плохого вспомнить с тобой, что связано. Да, получается вот... у меня для тебя такой вопрос. Опа! Кто ещё для меня был? Кто ещё для меня был у тебя? Ну, слушай, никого не было. Ты первый, ты первый. Ты что? Никого вообще не было. Абсолютно вообще никого, слушай. Абсолютно никого. В общем, да. Ну всё. Дим, как говорится, как у нас там заканчивает? Будем. Забыл. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok